Расследование одного уголовного производства против Тупицкого завершено. Вакцинация учителей продолжается. И в Украине начала работу автоматическая система взвешивания фур. Это итоги дня. Здравствуйте. Вернуть оккупированный Крым и временно неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей до 2030 года. Такие цели поставил президент Украины Владимир Зеленский в своей стратегии, которую презентовали на заседании фракции «Слуга народа» в Трусковце. Визит главы государства запланирован на завтра. Какие темы успели обсудить народные депутаты в первый день и что запланировали, расскажет шеф-редактор телеканала «Вдом ЮЭТВ» Алексей Мацука. Сегодня в Трусковце начался первый рабочий день, во время которого проходят заседания фракции «Слуги народа», но часть этих заседаний проходит не совсем в формальной привычной обстановке, как это обычно происходит в парламенте, а само мероприятие здесь происходит в отеле, который традиционно считается курортным и оздоровительным. Приехал первый день рабочий глава фракции Давида Рахамия. Журналисты его встречали прямо у центрального входа в санаторий и он, не отходя от центральных ворот, уже говорил журналистам о главных месседжах, с которыми собираются депутаты и которые собираются обсуждать здесь на протяжении двух дней. Предусмотрена панель с силовиками, там где силовики рассказывают про необходимость, что им нужно от парламента, какие реформы. Это реформа СБУ, очень системная, большая, которую ждут международные партнеры давно. По таможне у нас много вопросов. Канал Дом традиционно интересуется проблемами и вопросами Донбасса и Крыма. И с этим же вопросом я обращался к тем депутатам, которые прибыли сегодня в Трусковец. Оказалось, что завтра пройдут встречи по поводу будущего урегулирования конфликта на Донбассе и гуманитарной ситуации в Крыму. И на этих встречах будет лично присутствовать президент Владимир Зеленский. Луганская и Донецкая области не видели вообще таких объемов любого строительства. И мы не говорим сейчас с вами только о дорогах. Мы говорим о школах, садиках и о медицинской сфере. Могу привести вам много примеров. Строятся школы и в Мариуполе, и в Краматорске. Строится первый в Украине медицинский городок в Краматорске, которому вообще нет аналогов в Украине. Завтра будет проведена отдельная большая сессия, которая будет касаться не только вопросов безопасности, но и конкретных вопросов Донбасса и Крыма. Там будут представлены видения и вице-премьер-министр будет, который занимается этим направлением. Будет оборонный комитет. Мы будем идти по всем вопросам. Я думаю, что заседание даже в закрытом режиме будет проходить. Будет обсуждаться то, что наработано ТКГ, чтобы согласовать все. Также стало известно больше подробностей в Трусковце о плане трансформации Украины. Впервые о котором мы услышали в Соединенных Штатах Америки, где его представил советник главы офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов. А затем этот же план трансформации обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден. Сегодня о плане трансформации Украины Милованов в Трусковце больше уже рассказал журналистам. Ну а завтра депутаты будут обсуждать этот план более детально и глубоко прорабатывать, как они сами это обещают. Общий объем инвестиций, в которых нуждаются эти направления, это 277 миллиардов долларов, о которых говорил президент США. Если эти инвестиции сделать быстрее и регуляторную среду изменить быстрее, то это можно сделать через 5-10 лет. В целом заседания фракции, а также различные рабочие группы пройдут в Трусковце в течение практически трех дней. То есть сегодня первый день из заезда и уже рабочий день. И два дня суббота воскресенья. В субботу сюда прибудет президент Владимир Зеленский. Ну а сейчас в пятницу вечер депутаты проводят здесь, в ресторане, отеле, где и состоится встреча депутатов с президентом и другими представителями украинской власти. Из Трусковца Алексей Мацука, новости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен задержанием Михаила Саакашвили. МИД Украины вызвал посла Грузии для разъяснений. Тем временем президент Грузии Саламезу Рабишвили заявила, что не помилует бывшего грузинского лидера. А тот, в свою очередь, объявил голодовку. Все подробности сегодняшнего задержания бывшего президента Грузии в материале Инны Косинской. Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно будем праздновать победу. Это видео появилось на страничке Саакашвили в фейсбук в пятницу утром. На нем экс-президент Грузии заявил, что спустя 8 лет после отъезда вернулся на родину. Правоохранительные органы сначала опровергали информацию о возвращении Саакашвили, но вскоре стало известно, он задержан и находится в тюрьме в городе Рюставе недалеко от Белиси. Наши правоохранительные органы заранее располагали информацию о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс был под полным контролем. Были приняты соответствующие меры, ведомства действовали скоординированно, и было избрано такое время и место, чтобы для его ареста препятствия были минимальны. Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 годы. Незадолго до завершения второй каденции он покинул страну. После этого против него открыли четыре уголовных производства. По двум из них об избиении и убийстве вынесены заочные приговоры суммарно на 9 лет лишения свободы. Еще два дела, в частности, о хищении средств, находятся в суде. В Грузии он объявлен в розыск. Власти неоднократно заявляли, если Саакашвили вернется в страну, будет арестован. Саакашвили является гражданином Украины. Он возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ страны. Следим за событиями. Мы безоговорочно уверены, что Михаил очень скоро будет на свободе. И этот вымышленный приговор, который, несколько приговоров, которые он получил на территории Грузии, будучи президентом, будет отменен и он будет свободен. В офисе президента уже заявили, что Владимир Заренский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили и самим тоном заявлений Тбилиси относительно развития ситуации. Киев обратился к грузинской стороне за объяснениями. МИД Украины уже вызвал главу грузинского посольства для получения официальной информации о причинах и основаниях задержания. Инна Касинская, Новости Украины. Досудебное расследование против бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого и главного бухгалтера завершено. Как заявили в Госбюро расследований, речь идет о незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы госучреждения. По данным следователей, подозреваемый самовольно присвоил себе властные полномочия и продолжил управлять Конституционным судом. По его указанию были подписаны электронные платежные поручения на выплату зарплат, премий и материальной помощи. Для этого бывший председатель суда дал руководителю бухгалтерской службы КСУ главному бухгалтеру незаконное указание об использовании его личного ключа с квалифицированной электронной подписью незаконно войти в автоматизированную систему клиент-казначейство-казначейство. Главный бухгалтер Конституционного суда осуществило 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписало различные бухгалтерские документы. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у апостольского нунция послов Израиля и Латвии. В частности, с послом Израиля Михаилом Бродским глава государства обсудил 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра, а также визит в Украину израильского президента Изхака Герцога. В разговоре с апостольским нунцием Висвальдесом Кульбокосом президент заявил о важности визита Папы Римского в Украину, а принимая верительные грамоты у послов Латвии Илгварса Клявы, Владимир Зеленский поблагодарил его за участие Риги в саммите Крымской платформы. Почти 78% учителей в Украине получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет. Иммунизация среди педагогов продолжается. Меньше всего учителей прививается во Львовской, Херсонской и Ивано-Франковской областях. А вот работники сферы образования в Луганской, Полтавской, Черкасской областях и в Киеве наоборот вакцинируются активнее остальных. Я прошу всех коллег-педагогов ответственно отнестись к вопросу вакцинации и таким образом уберечь себя и окружающих от угроз пандемии COVID-19. Система автоматического взвешивания фур в движении с сегодняшнего дня начала работать в Украине. Теперь вместо инспекторов с жезлами и весовых станций это делают специальные комплексы, оснащенные датчиками фиксации веса и видеокамерами. Их запуск позволит предотвратить преждевременное разрушение дорог, урегулировать грузовые автоперевозки, обеспечить безопасность на дорогах и свести до минимума человеческий фактор. О том, как работает система ВИМ и о первых результатах ее применения знает Валерий Бакус. Датчики под асфальтом, рамка со сканерами и фотокамерами над дорогой. Так выглядит автоматический комплекс габаритно-весового контроля для взвешивания фур в движении. С 1 октября 56 таких комплексов после полуторагодового тестирования начали фиксировать перегрузы, а нарушители получать за это штрафы. Принцип работы системы простой. В покрытии автомобильных дорог вмонтирован набор датчиков непосредственно веса. Их минимум три устанавливаются. И система фиксирует, по сути, взвешивает каждую ось, фиксирует скорость, фиксирует габариты. Вы видите сканеры, смонтированные на опорной конструкции, фиксирует государственный регистрационный номерной знак. Все эти данные пакуют в пакет так называемый или протокол взвешивания и подписывают электронной цифровой подписью. Система взвешивания в движении работает в онлайн-режиме. По состоянию на 8 часов через эту площадку взвешивания в движении проехало 6 322 автомобиля. Общее количество нарушений мне сейчас трудно сказать, но судя по данным системы, мы видим около 15 нарушителей в одном и 4 в другом направлении в этот момент. Информация о всех фурах, проехавших через такие комплексы, автоматически сохраняется на серверах. Данные, собранные комплексами фиксации ВЕСа, отправляются сюда, в Центр обработки информации. Здесь с нею работают инспекторы, которые и принимают решение о вынесении штрафа. Определяю правонарушение, то есть рассматриваю фотофиксацию. Знакомлюсь, правильно ли определен номерной знак транспортного средства. Все его данные, владелец. И на основе всех этих данных я подтверждаю и формирую постановление. Только за первый день работы инспектор уже выписал около полусотни постановлений о нарушениях. Все они по почте будут отправлены нарушителям. В Центре обработки данных работает около 20 инспекторов. Все построено так, чтобы свести к минимуму возможные ошибки и человеческий фактор. Например, если инспектор по какой-то причине решает не фиксировать нарушение, оно попадает на сверку к другому эксперту. Этот пакет документов, который он получил выборочно, падает к следующему инспектору, который тоже должен принять окончательное решение. Не зная, что была отмена. Если второй инспектор принял такое же решение, пакет документа попадает в отдельную папку, где потом, в конце каждой недели анализируется и принимается решение, было ли это принято правомочно, были ли какие-то коррупционные риски. В Государственной службе Украины по безопасности на транспорте демонстрируют первое постановление, выписанное системой в половине первого ночи. За полчаса после официального запуска она зафиксировала фуру с перегрузом в 14 тонн. За такое нарушителя будет ждать максимальный штраф 51 тысяча гривен. На такую сумму будут штрафовать и тех, кто попытается обмануть комплекс, проехать по обочине или же с нарушением рядности движения. Минимальный штраф за перегруз 8 тысяч гривен. Причем с сегодняшнего дня штрафовать будут не только перевозчиков. «С сегодняшнего дня, с сегодняшней ночи грузоотправитель, то есть все те компании, которые отправляют грузы, они несут ответственность за перегруз. Для нас критически важным есть то, чтобы мы в течение года-двух закрыли этот вопрос. Вообще, как вопрос того, чтобы не было перегруза и чтобы была автоматическая фиксация всех перегрузов на всех дорогах». В Министерстве инфраструктуры обещают, уже к концу года на украинских дорогах будет работать более сотни комплексов взвешивания фур в движении, а еще через год их количество удвоится. Валерий Бакус, Юрий Шульга, Новости Украины. Вот таким увидели этот день наши журналисты. Как будут развиваться события в Украине и мире мы обязательно расскажем, но уже в следующих выпусках новостей. Что бы ни случилось, верьте в лучшее и обязательно оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова